Блевклуб Анна Николаевна, добрый вечер, добрый вечер. Это вам цветы. Я чувствую, что вы что-то прячете. Ну, пускай, пускай. Но, в самом начале, вот такой вопрос. Я очень часто бываю в гостях у стоматологов, у зубных врачей. Так, я навеяла сразу, да? Нет, нет, нет. Я просто обратил внимание, что все стоматологи, у них никогда дома нет чайных ложек. Поэтому они всегда гостям в качестве чайной ложки дают вот то самое зеркальце, помните, которым они вот проверяют? Вот с чего начинается, собственно говоря, метасмотр, да? Верите в это? Это в нашей стране или за границей? В нашей стране, и за границей, как правило, у всех стоматологов. А что? Что есть под рукой? И у вас теперь будет такое вот зеркальце. Да? В качестве чайной ложки от стоматологов. Прекрасно. Верите? Конечно. Правильно делать, потому что действительно так, вот такую вот стильную, стильную чайную ложечку. Но самое интересное, через эту ложечку еще можно и пить, потому что эта ложечка для Грога. Слушай, Сереж, дай я приложусь к твоей щеке. Замечательно, очень интересно. Теперь ваш розыгрыш. Слушай, я, да какой розыгрыш. Ты знаешь, вот то, что я хочу тебе подарить, ну как сказать, он кавказец, он среднеазиат. Он очень яркий, солнечный. И учти, что он ярок не только снаружи, он и внутри очень яркий. И тем людям, с которыми он дружит, он тоже дарит только удовольствие, только радость, только сладость. Загадка, я даже догадать не могу. Загадка, а как же, я и пришла загадки загадывать. Что же это такое? Интрига-то. Старок, кавказец, среднеазиат. И снаружи, и снутри хорош, как солнышко. И сладкий. И главное, для здоровья хорошо. Сдаешься? Виноград. Сдаешься? Нет. Сдаешься? Сдаешься. Этот фрукт называется хурма. Очень полезно для здоровья, Сереж. Спасибо большое. Вымыла, можешь даже надкусить. Спасибо большое. Для сохранения твоей молодости и красоты. Спасибо большое. Пожалуйста, проходите. Занимайте место за нашим игровым столом. Сейчас подойдут ваши коллеги. Да, пожалуйста, вот здесь. С большим удовольствием за игровым столом нашего Блев-клуба я приглашаю диктора центрального телевидения Светлану Жильцову. Светлана Семеновна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я знаю, что вы не только диктор, вы еще и ведущий многих телевизионных программ. Я помню, КВН начинался с вами. Да, совершенно верно. Ну, и вы знаете, вот такая вот красивая серебряная коробочка. Это гуталин. Гуталин? Да, это гуталин, который можно есть. Верите в это? Да, что вы говорите. Мы сейчас специально стали выпускать такой вкусный гуталин. А, гуталин? А что, действительно? Ну, вакса, который можно есть. Верите в это? Смотрите, какая красивая коробочка. Красивая. С подгуталина, правда ли? Да. Но как-то мне трудно вериться, что какой вы не верите. Не верите, правильно делать, потому что, действительно, она вот открывается, так вот раз, и здесь очень вкусные там куски. Так что, пожалуйста, это вам вот такой подарок. Спасибо большое. Так, а мой розыгрыш такой. Скажите, была такая история или нет. В свое время существовала такая передача «Следствие ведут знатоки». Она состояла из серии телевизионных, да, целых телевизионных спектаклей. И вот один из спектаклей назывался «Подпасок с огурцом». У нас была молодая диктор, которая мечтала выйти на первую программу, об этом все мечтали, и вот наконец-то ее поставили. Решили, что она уже достаточно профессиональная, может быть, может работать вот по этому ответственному каналу. Она пришла, безусловно, волнуется, надела свой лучший наряд, причесалась у лучших парикмахеров. Пришла, да, пришла, села и должна была сказать. А сейчас посмотрите телевизионный спектакль «Подпасок с огурцом». Это картина, которую украли воры из Знаменской, Томской, там ее эта картина находится. Итак, «Подпасок с огурцом». Она смотрит, глаза несколько испуганы. А сейчас, уважаемые товарищи, посмотрите телевизионный спектакль «Подпасок с колбасой». Как вы думаете, могла быть такая история в эфире на первом программе? Ну, я думаю, что в эфире-то, наверное, нет, там наверняка чем-нибудь бы такое сделали, но вот в студии это могло, наверное, быть. Да, вот это было в эфире, потому что это был живой эфир, не видел запись. Все это прошло в эфире. Так что вот эти дела, да. Так что вот эти дела, да. Так что вот эти дела, да. Пожалуйста, берите цветы, слава, сильно проходите. Спасибо еще раз, да. Он уже там вас ждет. Да, хорошо, спасибо. А вот встречаем следующего гостя. Пожалуйста. Так, цветочки. Это все по Станиславскому. С большим удовольствием заиграю стол нашего Блев-клуба. Я приглашаю диктора центрального телевидения Евгения Кочергина. Евгений, добрый вечер. Приветствую. Добрый вечер. Ну, сразу, как услышал ваш голос, сразу программа «Время» вспоминается. Да, внимание говорит и показывает. Все прильнули к телевизору. И ведь не только вот приходилось говорить о каких-то открытиях вам, правда ведь? И об этом приходилось говорить, и о многом другом. Ну, вы физику помните? Конечно. Школьный экскурс. Ну, помните, что огонь получается из-за трения. Вот, помните, первые люди, вот они вот так вот палочку терли. Вот последний герой нам показывали там камень о камень. Ну, не объясняйте долго, конечно, помню. Ну, вот резинку представляете, тюбик из-под резинки, да? Представляю. Вот верите, что если пластик вот так вот за пластик дергать, то тоже можно огонь добыть. Ну, там же трение, они... Сережа, вообще, откровенно говоря, не верю. Не верите? Вот смотрите, да? Вот видите, пластик, да? Вот беру... Боже мой. А говорите, не верите. Вот она физика, восьмой класс. Это не физика, это прикол. Евгений, теперь ваш розыгрыш. Теперь мой розыгрыш. Вообще, вот профессия диктора, профессия ведущего, ну, в основном даже диктора, она обязывает нас к тому, что мы должны правильно интонировать, правильно расставлять паузы. И профессия публичная, она еще вызывает нас... Ну, мы ведем часто концерты. Концерты, конечно. И вот один из наших молодых дикторов должен был вести концерт в полонном зале Дома Союзов. И он должен был объявить, ну, в соответствующем паузу, в соответствующих местах, русская народная песня «Ах, у дуба, ах, у ели». Он произнес это быстро от волнения. Зал сначала замер, потом разразился дружным хохотом. Я думаю, вы поняли, и телезрители тоже, что из этого получилось. Уточнять не будем. Повторять не будем. Пойдемте, потому что женщины нас уже ожидают. Глаза мне верят, неужели в самом деле я пришел? Да, очень приятно. Нет, мамка. Ты чего рассказал, что ты такую песенку? Не уточняй. Он же не сказал, кто это сказал. Нет, он же мой ученик. Как он мог такое нести в эфир? Не выдавайте. Как это нести? Это не я. Ну что, начнем? Итак, пожалуйста, Светлана, сдвигайте. Вот так вот, знаете, да? Вот я сдвигала. Не гадаете на картах, нет? Ох, боже. Смотрите, да, Магдами. Так. Шестерка. Ну, сейчас я расскажу, что такое шестерка. Еще одна шестерка. Вот, пошло так, пошло. Шестерка – это у нас как бы такой вот номер художественной самодеятельности. То есть фант. Песня, стихи, анекдоты. Можно танец, можно что-нибудь прочитать. Акробатические. Можно, принимает. Итак, кто из вас спел? Сразу две. Анна Николаевна, она у нас шутница, баловница, озорница. Чего мне, что? Так я не знаю, анекдот может быть? А, что-то надо исполнить сразу? Да, да, да. Ну, пожалуйста. Вообще, это очень печальная история и связана со здоровьем. Это анекдот, да? Это не история, это неправда. Да нет, это да, это анекдот такой, понимаешь? Приходит Жень, доктор, я его Юджин зову, приходит к врачу мужчина и говорит, доктор, у меня все болит. Он говорит, ну как так все болит? Ну вот все-все, ну покажите те места, где у вас болит. Он говорит, тут, ой, болит, тут, ой, ой, как болит, тут, ой, как болит. Доктор говорит, а, понятно, у вас же палец сломан. Ну, в одном из сельских клубов выступает лектор. Ну, уже теперь, наверное, не с лекцией о международном положении, а о чем-то другом, о чем не знаю. Перед ним стоит графин, как водится, стакан. И он отпевает, когда говорит, у него пересыхает в горле от волнения. Зал ему внимает, он заканчивает, в это время издает. Вопросы есть? Есть. Тянет руку один. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, у вас стакан освободился? Ну, у вас самая старшая карта, поэтому, пожалуйста, выбирайте, кому будете рассказывать. Кому рассказывать, да? Да, это вы выбираете. А, кому же мне рассказать? Ну, хорошо. Давай, Ань, тебе. Давай. Если можно, вот решите, какая карта вы, какую историю будете рассказывать. Вот это. Вот это, все, хорошо. Сейчас я погляжу, подождите. Проверьте. Проверьте, все. Я в глаза буду глядеть. Гляди, гляди, гляди. Я все пойму. Так, это 75-й год. Международный фестиваль эстрадной песни в Болгарии. Золотой орфей. Это тот самый международный фестиваль, на котором пела Алла Пугачева, получила гран-при, пела гениально, зал рыдал. Это было что-то невероятное. И вот заключительный концерт. Что такое заключительный концерт? Ну, я думаю, что, вы знаете, ну, на всякий случай я скажу, это премии уже распределены, и все, кто получил какую бы то ни было премию, выступают в этом концерте. Начинали с самой последней, там, премии жюри и так далее, и доходили до самой последней вот гран-при. Два было условия. Одно, петь можно было только одну песню. Любую, но одну песню. Сама выбирает. Сам человек выбирает, сам певец выбирает, он готовит ее, безусловно, заранее и поет. Как бы ни реагировал залу, он поет только одну песню. И второй был, ну, это, так сказать, какой-то такой украшательский, что ли, момент. Организаторы создали, вернее, устроили, что ли, такую небольшую эстрадку, которая была прикреплена к крану, и эта эстрадка где-то под потолком находилась. И когда мы объявляли очередного выступающего, эстрадка с певцом начинала спускаться к микрофону, певец выходил и начинал... Да, я, между прочим, это помню. Да. Там Лилия Иванова пела. Да, ну вот так вот было. Дело-то серьезное. Все было постепенно, все спели, все спели. И дошла очередь до певца, который получил первую премию. Это был англичанин. Красоты он был невероятной, элегантен. Пел на английском языке, естественно, свою песню. Мелодии чудные. Он спел. Зал взорвался. Бурными, долго не смыкающими. Продолжительными, переходящими в овацию. Он поклонился, поскольку мог петь только один раз, и ушел. Потом публика его не отпускает, он выходит, кланяется, уходит. И так было раз в 15. И чтобы перебить, я знаю, что уже больше петь ему нельзя, чтобы перебить вот эти аплодисменты, я так мы делаем обычно, когда ведем концерты, я стала объявлять... Следующий. Следующий была Алла Пугачева. Я начала гран-при, и как только я сказала гран-при, вот эта эстрадка с Аллой Пугачевой поехала вниз. Англичанин стоит лицом к залу и спиной вот к сцене. А он решил, что он не отпускает его публику, ну не может он ходить вечно и кланяется. Так спою я еще раз. И запел. Нарушая все правила. Нарушая все правила, запел эту песню. Я похолодела. Вы можете себе представить, Алла Пугачева выезжает, этот поет. Она раньше никогда ни на каких конкурсах, тем более международных, не выступала. Опыта нет. Опыта нет. Я думаю, ну что она сейчас будет делать? Ну встанет у микрофона, да, или уйдет. Это же все будет скомкано. Последний номер. Катастрофа. Что делает Алла? Она подходит к этому англичанину, не зная, во всяком случае, в то время, она не знала английского языка и песни, его тоже не знала. И она просто стала подпевать какими-то междомедиями, с звуками, тро-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот человек, она музыкальный, мелодию могла вести. Он посмотрел на нее влюбленными глазами, она на него. И вот полпесни они вот таким своеобразным дуэтом пропели. Потом она отошла на ступенечку, села. Он подошел к ней, опустился на колено и продолжал глядя в ее лицо. И глаза были влюбленные безумно. Стал продолжать ей петь. После того, как он спел ей вот это посвящение, как бы уже получилось, он элегантно поцеловал ей руку. Они встали, обнявшись, и пошли за кулисы. Что было с залом, я вам передать не могу. Я думала, что все рухнет на месте. Но больше всего меня потрясли негры. Их было очень много почему-то на этом фестивале. И вот они со всех уголков, где они только сидели, это вообще солнечный берег, может, они там отдыхали, я не знаю, выскочили на сцену, кто с какими-то своими музыкальными инструментами, то ли там-тамы, то ли барабаны, то ли жилеки, то ли я не знаю, как это все называют, стали барабанить, плясать и, значит, вот, играть и кричать «Алла, браво, браво, Алла!» Как ты думаешь, было это? Ты понимаешь, что при таком международном фестивале и вообще так плохо работал оргкомитет, что они позволили и неграм выскочить, и вообще, что за дела вообще? В то время крутое. Загад, ты очень красиво рассказала, но я не верю, не верю. Это правда было? Это подобное. Социалистическая система, она не выделила. Иногда давала сбои, иногда давала сбои. Вырвалась. В Болгарии, да, она была немножко более свободна. Почти что наша 16-я республика Болгария. Смотри, Света. Евгения, пожалуйста. Так, я сдвигаю? Да, да. Так, сдвинул. Король. Так. Девятка. Светлана, восьмерка. Так. Итак, Евгений, у вас самая старшая карта. Теперь вы выбираете, кому из дам будете рассказывать историю. Давайте кто ближе сидит, наверное, Анна Николаевна. Пожалуйста. Я сейчас вылечу до срока. А нет, еще пока. У тебя опыт в этом есть. Евгения, даже если можно вот карточку красную или черную, вот сидеть, правда-неправда. Да, 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 да. Анна Николаевна, ну, коль уж у нас, так сказать, профессия была связанная с публичными выступлениями, и особенно часто мы работали на телевидении в программе в информации, в информационных выпусках, у меня однажды был такой случай. Я как-то не очень любил перед выходом в эфир просматривать текст, который мне давали. И находил, во время чтения находил в этом определенный даже кураж. Когда я видел ошибку, и я ее исправлял в эфире, и зритель ничего не запоминал, но я ощущал внутреннее такое удовлетворение и наслаждение даже, может быть. И вот однажды, Кириллов меня за это ругал, наш художественный руководитель, вот однажды я так же, не глядя, читаю, читаю, переворачиваю страницу, вернее, заканчиваю, дохожу до середины информации, переворачиваю страницу, там ничего нет. В эфире это караул. Там была какая-то политическая информация. Неимоверным напряжением воли я логически выстраиваю какую-то дальнейшую перспективу этого для того, чтобы, ну, как-то выкрутиться из этого положения. Я думал для себя, что я выкрутился, я благополучно закончил выпуск, в это время жду кар небесных со стороны главного редактора и всех остальных, кто это смотрел. Ну, кар небесных не последовало. Вот верите вы, что такое могло в нашей профессии случиться? Ты мой ученик, и ты очень хорошо выкрутился, поздравляю, я верю. Веришь? Это правда. Это правда, это правда. Поздравляю, поздравляю. Я не сказал, поздравляю. Апельсин долгожданный крутился. Я всегда так учила. Апельсин долгожданный. Учительница. Я не подвел. Учительница не подвел. Забавная история, ну, как бы она немножко, может быть, связана с этим. Это вот Никита Богословский, он же очень любил розыгрыши. И вот однажды, ну, известно слушаю, что Шостакович, он вообще с листа мог сыграть любое произведение. То есть вот любой, незнакомый для него, он всегда с листа очень легко его играл. И однажды, по-моему, с Хачатуряном решили подшутить над ним. И они, значит, первую страницу дали ему какую-то новогоднюю пьеску Шостаковичу. Он сыграл первую страницу, переворачивает. А на вторую никак не может вступить. То есть все время он играет, и все время ничего-то у него не получается, не попадает. Что, оказывается, сделал Богословским? Они шестую линию в нотном стане тоненько-тоненько пририсовали. Естественно, великий мастер не мог... Никита Владимирович, он вообще-то большой шутник. Мы это знаем, работали много с ним, было время. Пиковая дама у вас. Так, я должна рассказывать. Так, рассказываю Светлане Алексеевне. Но вообще, я думаю, это зрители тоже даже знают, потому что московские... То есть это уже правда получается? Сейчас, 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 сейчас. Она так элегантно. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, на всякий случай. Да, я думаю, не только Светлана Алексеевна, вы мой ученик, но и зрители знают, потому что газета «Московский комсомолец» недавно писала, что в Большом театре, из Большого театра пропала группа артистов. Вы слышали? Читали об этом? А что произошло? Я как-то пропустила. Я тоже. Что произошло? Ну так что? Вот на прошлой неделе в Большой театр вваливается не мужчина, а мужик настоящий в валенках, в телогрейке, в заросшей, в шапке-ушанке. Там все кинулись. Ой, ой, вы что, кто? Это же Большой театр. Большой театр, кто вы? Он говорит, я Сусанин. Ой, вы Сусанин? Тогда не уходите, подождите, мы сейчас всех соберем. Да, всех собирайте и пойдем. Вот веришь? На той неделе в Большом был такой случай. Вот такой случай в Большом театре. Да, «Московский комсомолец» писал. Ну, вообще, конечно, если я скажу «верю», то, может быть, это так и есть. Если я скажу «не верю», ведь ты же придумала меня. Ну, не верю. А там как-то есть? Не верю. Ну, правильно. И правда, Светлана Сеевна, Светлана Сеевна, поздравляю. Я убрала анекдот. Так, я уже вязала его с московским комсомольцем. А было это давно. Светлана Сеевна, пожалуйста. Опять? Да, опять. Можно сверху, пожалуйста. Десятка. Восьмерка. Так, семерка. Светлана Сеевна, вновь у вас самая старшая карта. Нет, нет, сейчас Светлана Сеевна. Нет, я потом ей буду. Да, а вы кому в прошлый раз рассказывали? Рассказывала Ане, теперь я буду Жене. Так, Женя, слушай внимательно. А карточка какая, чтобы так... А, я знаю уже. Свою карточку я знаю. Так, я не знаю, был ли это в то время, когда эфир был прямой. Конечно. Был, да, уже? Вот, потом появилась видеозапись. Значит, ты тоже должен, и ты тоже должен напомнить. Но видеозапись была несовершенна. Монтировать передачи, записанные на видео, было невозможно. Записывали передачи так. От начала до самого конца. В режиме прямого эфира. Да, психологически это было несколько по-другому. Я ужасно волновалась. Вот передачу надо было записывать. И я знала, что это запись. Да. Что я не могу ошибиться. Если ошибусь, то передачу надо записывать с начала. Потому что в прямом эфире там что-то, ну, не сказала, понимаешь, да, все. А тут ты напряжена, каждый мускул, вообще все в напряжении. И вот у меня была очередная передача «Спокойной ночи». Я пришла на шаблувку. Мне дали сценарий. Как правило, это три-четыре страницы текста. Но это диалог с актерами. Вернее, с Хрюшей, Степашкой, Фили, кто в это время задействован. А внизу сидят актеры-кукловоды, да. И вот был ужасный сценарий. Во-первых, сложно все запоминать. Это же не монолог. Монологи, я могу что-то своими словами сказать. А здесь я должна точно все выучить. Там за 30-40 минут я должна вот эти три-четыре страницы, вот это мини-спектакль выучить. Я должна точно говорить все вот реплики. Потому что актеры-кукловоды сидят под столом в жутко неудобной позе. Все согнутые там в каком-то... Кто лежит, кто стоя. Перед ними монитор. Они по нему глядят, как там куклы еще двигаются, да. Чтобы не было там руки видно и так далее. Плюс они должны следить за репликами. Все это было очень сложно. Поэтому надо было давать тексты очень точно. А в этот раз был какой-то такой неудобоваримый, если можно так сказать, текст. Не было ни смысла, ни содержания, ни логики. Какая-то лирическая вот такая вот. Ни о чем. Это очень трудно запоминать. Я начала, поняла, что достаточно сложно, сконцентрировалась вся внутренняя. И начала вести. Начала, забыла. Вот что, вот каких-то две фразы сказала, забыла. Остановились. Значит, опять. Что-то в середине. И так далее. И так было безумное количество раз. И я думаю, ну все, катастрофа. Ну что, уже все вокруг меня ненавидят. Лютые, уж не говоря про тех актеров, которые сидят под столом. И вот я, значит, думаю, ну если сейчас я не скажу, я не знаю, что произойдет. Покончу жизнь самоубийством. Покончу жизнь самоубийством. Я говорю, все сказала, и так думаю, ну все, слава богу. И в конце должна была просто вот, у меня была такая фраза. А сейчас, ребята, посмотрите мультипликационный фильм «Зайчик в клеточку». А почему он в клеточку? Вы узнаете из мультфильма. Я радостно подхожу к концу и говорю, а сейчас, ребята, посмотрите мультипликационный фильм «Зайчик в клеточку». А почему он в эту клеточку попал? Вы узнаете из мультфильма. Я вам должна сказать, что мне кажется, нет слов в русском языке, чтобы описать тот стон, который раздался из-под стола. Вот, Женя, было это? Верю. Веришь? Потому что если стон раздался, если... Вот, а это нет. Это неправда, неправда, Светлана Анатольевна. Я поздравляю вас с выходом в финал. Вы так быстро, главное, удачно сыграли у нас. Смотрите, уже все. Ты весь фруктово-овощной базар забыла. Витамины сейчас. Нет, это невозможно, у меня ничего нет. Так, ну что, надо попытаться что-то выиграть. Надо попытаться. И так вот так, да? Да. Верхняя карта вам. Дама. У тебя короля нельзя? Нет, вот так получилось. А зачем тебя карточки? И, Светлана, теперь, наверное... Нет, нет, нет. Нет? Нет, Светлана Анатольевна, все уже в финале. А, да. Теперь вы только сам Николай и овощи. Вы только слушайте. Все фрукты и овощи. Так, Анна Николаевна. Это было давно, во время наших хороших взаимоотношений с Кубой, когда был лагерь социализма. И на Кубе вывели какую-то несусветную породу корову, которая работала как молочная фабрика. Она давала такое количество молока, ну, как ферма. И вот мы с тобой читаем эту программу, подходим к этому сюжету. Я говорю подводку, ну, то есть это въезд в тему, что вот на Кубе то-то, то-то, то-то показывает эту совершенно несусветную корову, которая стоит с тупым взглядом. Это вот действительно такая фабрика. А ты в это время начинаешь... Я отключил, потому что пошел синхрон, а ты в это время начинаешь... Посмотри на нее. Меня начинает душить смех. Мне нужно после этого появиться в кадре, потому что мне нужно сказать, вы смотрели сюжет нашего корреспондента такого-такого-то с Кубы. На сдавленном голосе еле-еле я это произнес. Ну и программа «Время пошла дальше». Помнишь этот случай? Да, это правда. И я знаю, что ты смешливый. и это имело место. Ну, это правда. Вы? Да, да. Я, Кокос, не апельсин, это Грэпфрун. Да, да, да. Это все заморозили. Анна Николаевна, пожалуйста. Сдвинула. Так. Туз. Видите, просили король. Нет, король туда, а вот король. У вас старше. У вас старше. То есть вы рассказываете. Я должна рассказывать. Нет, никогда в жизни не знаю. Не пью, не курю, и в карты никогда в жизни не играла. Это чтобы зритель знал. Просто положительный человек. Конечно, конечно. Вы только на блефкулу и все открываете. Так, я рассказываю. Да, только если можно, сейчас нужно будет карту положить. Красную, но это понятно. Они красные, черные, они черные. Так, 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 так. Так, так, кладу. Слушайте, ну только ты не пугайся за меня. Ладно, я могу рассказывать? Все, что хотите. Так. Восьмидесятые годы. Лето, Москва. Центральное телевидение АСК-3. Я закончила читать программу «Время» вечерний выпуск. Быстро выхожу с телевидения. А нас после программы «Время» развозили, ты знаешь. Я так мимо постовых прохожу. И вижу, стоит красивый кавказец, парень молодой. И с большой белой сумкой, такой вязаный. Я мимо прохожу. Мало ли у нас там зрителей, гостей. Я быстро сажусь в машину, но вижу, что этот кавказец с красивой сумкой так же быстро идет за мной. Я быстренько в машину. А время все-таки уже хоть лето, но почти 10 часов. Он тут же садится в машину, которая стояла сзади и едет. Я водителю говорю, я говорю, какой-то детектив. Я говорю, парень следом шел за мной. И смотрите, едет. Водитель говорит, я буду следить. И дед говорит, Анна Николаевна, он едет за нами. Он едет за нами. Я говорю, измените наш путь. Давайте через проспект Мира, не по Шереметьевской. Он едет за нами. Я говорю, все. Он хочет вычислить, где я живу и может меня уничтожить. Ой, я весь дрожу от страха. Не бойся. Удальше. О, ужас. Мы едем, едем. Там, где теперь живу, у двух елочек. Наша машина останавливается. И его машина подъезжает. Я водителя просила, не уходите пока. Я немножко волнуюсь. Открывается машина. Красавец-кавказец с огромной белой вязаной сумкой выходит. И ко мне водитель уже, знаешь, готов. Я говорю, вы кто? Вы кто? Это я вам, говорит, привез. Я говорю, кто вы? Нам не разрешено ничего брать. Он говорит, я с Кавказа. Моя семья так вас любит. Мы вам прислали фрукты. Я говорю, какие фрукты? Он говорит, здесь грецкие орехи, фейхуа и мандарины. Я водителям, что делать? Он говорит, берите. Я чуть-чуть угостила водителя. Пожала руку. Давай я сделала, как было. Кавказцу. И все, до свидания. Верю. Что такое было, действительно. Верю. Это правда. Вы тогда, мне казалось, были очень худенькая. Это действительно? Нет. Он решил вас подкормить со своей мамой. Слушайте, если рассказать, вот передачу надо придумать, как зрители с нами встречались, и что было, и что писали, и икру черную привозили, и что-то он говорит. И тогда мы... Вот все не я говорю. Но я не брала. Это было когда? До первой русской революции? Света была икра из Черной Азии. Я же так и не взяла. Он звонил неделю. Я говорю, у вас экран, наверное, уже испортилась. Больше не звоните. Нас подкармливали. Наши зрители. Туз. Это значит, мы... Восьмерка. Ваша история. Очередную... Рассказывай. Очередную историю. Да. Анна Николаевна. Карточку сначала, либо правду, либо нет. Замучили историями. Все правда. Все правда. Все. И неправда. Ну... Вот так последнюю, да? Да. Ну дайте опять паузу маленькую. Это просто так, да? Давайте я вам расскажу. Она очень коротенькая. Значит, муж получает от жены, которая отдыхает в Сочи, Телеграмму. Но люблю только тебя. Да. Очень хорошо. Весьма. Да. Да, да, да. Хорошо. Все. Рассказываю. Карточку, ладно. Карточку определить здесь. Карточку. Мы с вами много концертировали, концертируем. Иногда ты называешься в своей жизни. Ну, не перебивай. Мы с вами много концертировали, концертируем. Я вспоминаю такой случай, который произошел в колонном зале во время концерта с одной из моих партнерш. Ну, из нашего отдела. Мы вели торжество, посвященное одному из профессиональных праздников. И вот концерт шел своим чередом. Мы сидели за столом на сцене, объявляли там героев, передовиков, труда, все такое. И моя партнерша, желая, так сказать, выразить свое уважение к этим людям, не рассчитав расстояние между своей головой и столом, решила поклониться. При этом говоря вот так. Большое вам человеческое спасибо. И в это время она ударила с лбом, она хотела поклониться им и ударила с лбом о крышку столика. Но это было ей не больно, потому что столик такой хилый был, лоб крепкий был. Но, бам, раздалось очень звонкое на весь колонный зал. При этом зал не знал, как реагировать. Вроде бы она их от всей души поздравила, но попала в какую-то невероятную такую ситуацию. И зал сначала вроде, да, а потом зааплодировал. Вот. Как она вышла из положения? Да никак, как будто ничего не случилось. Продолжаем нашу там передачу, наш концерт. Анна Николаевна, веришь? У нас люди стойкие в отделе. Им хоть лоб, хоть голову, все, они выдерживают. Это правда. Это была сущая правда. Это правда. Анна Николаевна, поздравляю с выходом в финал. Я так понимаю, что финал у нас сегодня будет женский. Ты первый раз я выбирала, Сережа. Правда? Да быть такого не может. Поздравляю. Первый раз. Евгений, ну вам... Нет. А я считаю, что я очень благородно поступаю. Очень достойно. Стойно. Да, потому что... По-джентльменски. Вот. Но мы же сейчас всех с ним будем. Нет. А уже все. Мужчины с корзинами фруктов смотрятся, а мужчины с корзинами фруктов, как не то ничего. Зато вы будете хорошо смотреться с вином, с безалкогольным вином от нашего спонсора. Безалкогольным? Потому что от наших друзей, от группы компании «Русимпорт» безалкогольное вино «Талисман» из древней Гахитти, из легендарного Тилавского винного погреба. Символическое название, потому что испокон веков настоящий грузин, отправляясь в дальнюю дорогу, брал из дома самый лучший напиток, как частичку своей родины, как талисман, который приносил удачу и защищал от различных невзгод. Так пусть вас хранит наш талисман. Итак, сейчас в Блип-клубе начинается финальная игра, в которой друг против друга играют дикторы центрального телевидения Светлана Жильцова и Анна Шатилова. Итак, каверзные вопросы. Светлана Натальевна, первый финал вышли вы, поэтому первый вопрос вам. Верите ли вы, что в Америке есть фирма, торгующая оскорблениями? Служащие фирмы оскорбят любого человека в общественном месте, на кого укажет заказчик. То есть вы делаете заявку, они приезжают и где угодно оскорбляют человека. Вот специально такая вот фирма, торгующая оскорблениями. Америка хоть и демократичная сторона, но думаю, что до такого она вообще-то не дошла. Не верите. Это действительно так, такая фирма есть, но всякое бывает в нашей жизни. Анна Николаевна, вопрос вам. Верите ли вы, что тетрадка в клеточку была изобретена после первого морского боя? То есть сначала вот была игра в морской бою, а потом уже изобрели тетрадку в клеточку, чтобы удобнее было играть. Да нет, не верю. Не верю, и правильно делают, еще это 1-0 в вашу пользу. Светлана Васильевна, вопрос вам. Верите ли вы, что кошки иногда, чтобы вызвать жалость у людей, специально могут немножко прихрамывать? Так, знаете, чтобы человек пожалел. Нет, не верю. А это действительно так, животные, они тоже такие, знаете. Потому что это невероятно. Ну да, но я и говорю, сложный вопрос. Вопрос вам. Верите ли вы, что кавардак, кавардак, это знаменитый чешский художник, у которого в мастерской всегда был страшный бардак? Ну и поэтому вот у него такой... А может быть, вполне. Верите? Да. А зря. Сейчас по-прежнему 1-0 в вашу пользу. Так, Светлана Васильевна, вопрос вам. Верите ли вы, что в Колумбии была произведена операция по изменению пола петуха, и теперь он может периодически нести даже яйца? Нет, не верю. Не верите и правильно делаете, сейчас становится 1-1. Вопрос вам. Верите ли вы, что дятлы для того, чтобы птенец быстрее появился на свет из яйца, иногда начинают его долбить? Ну, когда уже вот они чувствуют, что птенец сейчас... Верю, верю, верю. Сейчас зря, что-то по-прежнему 1-1. Светлана Васильевна, вопрос вам. Верите ли вы, что в словарях Даля и Ожегова слово «кошак», слово «кошак» характеризуется как мужская особь семейства кошачьих? Оказывается, вот «кошак» — это вполне как бы допустимое выражение словаря Даля. Кошак? Как семейство? Как мужская особь семейства кошачьих. Кошак. Котяра там еще у них тоже есть. Нет, что-то не верю. Не верьте и правильно делайте, просто код правильно. Сейчас 2-1 в вашу пользу. Анна Николаевна, вопрос вам. Верите ли вы, что существует лекарство от неверности? Выпил и на сторону не пошел. Сейчас вот уже изобрели. Не верю. Не верьте и правильно делайте, сейчас становится 2-2. Светлана Алексеевна, вопрос вам. Верите ли вы, что по государственному стандарту для консервирования огурцов величина пупырышков строго регламентирована? То есть, если пупырышки больше, то огурец уже отбрасывают в брак. Ага, вообще я консервирую огурцы, но никогда не слышал такого. Нет, это государственный стандарт. В банках вот эти вот государственные, там только вот... Ну, это надо же сколько рабочих, чтобы читали пупырышки. Нет, не верю. Не верю, не верю, не верю, правильно. Делайте еще 3-2 в вашу пользу. Анна Николаевна, вопрос вам. Верите ли вы, что язык тоже может загореть, если его долгое время держать на солнце? Нет, не верю. Не верите, правильно, делайте 3-3. Вопрос вам. Верите ли вы, что в годы коллективизма в России был открыт специальное училище по подготовке доярок и пастухов? Специальное училище... Во время коллективизации в России. Коллективизация? В специальное училище доярок готовили, пастухов. Ах, доярок. Ну, вообще же в деревне сами могли быть и пастухами, и доярками. Нет, не верю. Не верите, правильно, делайте. Еще 4-3 в вашу пользу. Анна Николаевна, вопрос вам. Верите ли вы, что совсем недавно американские ученые установили, что есть еще одно отличие между мужчиной и женщиной, подтверждающее противоположность полов. Мужчина думает всегда левым полушарием мозга, а женщина правым. Вот в этом, оказывается, вся наша разница. Не верю. А это действительно так, представляете? Мужчина только левым, а женщина только правым. Интересно, да? 4-3 в пользу Светланы Алексеевны. Светлана Алексеевна, вопрос вам. Верите ли вы, что лошади, как и маленькие дети, боятся темноты и поэтому предпочитают спать при включенном свете? Лошадь любит, чтобы свет был включен и, естественно, всегда спит стоя. Ну, так дело в том, что сколько надо энергии. Это нет, не верю. Не верите и правильно делаете. Сейчас 15-3 в вашу пользу. Ну, и Анна Николаевна, последний вопрос вам. Вопрос такой. Верите ли вы, что у лошадей, опять вопрос по лошадей, в отличие от людей, за последние 50 лет результаты в беге стоят на месте, то есть не меняются. То есть человек может пробежать быстрее 10 секунд, а вот лошадь, они как встали на определенном времени, когда они бегут, я не знаю, тысячу ярдов, скорость, к сожалению, не увеличит. Верите и правильно делаете, но все равно, хоть чуть-чуть, но проигрывайте, уступайте Светлане Алексеевне. Но сейчас мне хочется сделать подарки, приятные подарки, Анна Николаевна. Поэтому вам от наших друзей за второе место безалкогольное вино. От наших друзей, от группы компании «Русимпорт» безалкогольное вино от самого Петера Мертеса, чьи напитки во всем мире считаются символом нежности и любви. Петер Мертес с нежностью и любовью. Солнце, вы сегодня у нас победитель, поэтому вам от наших друзей, от группы компании «Русимпорт» безалкогольное вино от Жанна Поля Шене во всемирно известных бутылках со слегка искривленным горлышком. Видите, да? К созданию которой приложил руку сам Людовик XIV, кажется, как будто придворные дамы склонились в поклоне перед королем солнца. И, кроме того, каждая бутылочка Шене имеет вот такую вот вмятинку, которая как бы символизирует прикосновение любви обильного Людовика XIV пышным юбкам придворных дам. Но и это, это еще не все, потому что я с большим удовольствием вручаю вам вот такое вот приглашение сюда, в ресторан «Сударь», для того, чтобы попробовать, какая здесь замечательная, вкусная кухня. Спасибо большое. Воспользуюсь. Еще раз с большим удовольствием представляю тех, кто сегодня играл у нас в Блип-клубе. Это дикторы центрального телевидения. Евгений Кочергин, Анна Шатилова и победительница Светлана Жильцова. Поздравляем. Да, поздравляем. Ну а с вами, с вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующей субботы. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Субботы. 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 Суббота. Суббота. Суббота.